Русская служба новостей, программа «Без вопросов» и, как всегда, по понедельникам в этой студии Александр Параханов. Александр Андреевич, приветствую вас. Здравствуйте. У микрофона Сергей Королёв. Всем доброго вечера. Сразу напоминаю координаты прямого эфира. Для ваших смс-сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль, плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. Сайт русновости.ру, можете воспользоваться им, там в правом верхнем углу специальная кнопка. И позже, чуть позже будем принимать ваши звонки. Телефон прямого эфира семь восемь восемь сто семь и ноль по коду четыре девять пять. Окончательные результаты референдума по Крыму за воссоединение с Россией. Миллион двести тридцать три тысячи человек. Это почти девяносто семь процентов от всех пришедших. И явка рекордная. Больше восьмидесяти трех процентов. Вот вчера мы, когда все это подводили в прямом эфире, Александр Андреевич, здесь в эфире русской службы новостей, уже после полуночи позвонили депутату Журавлеву. И он у нас в эфире предложил перенести День народного единства, праздник, который 4 ноября отмечаем. И, ну, такое, скажем, прямо неоднозначное отношение пока не принят в обществе именно этот день, 4 ноября, единодушно. Вот, говорит, нужно перенести на 16 марта. День этого референдума должен стать Днем народного единства. Вас можно поздравить с праздником? Да, меня можно поздравить с праздником, но я бы не спешил заниматься переносом. Это самое простое, это самая примитивная реакция. Давайте подумаем, что произошло. Давайте переживем это глубоко и, может быть, метафизически, чтобы потом отнестись к этому более серьезно и вдумчиво. Если говорить о глубинных результатах этого референдума, в чем они заключаются? Меня не поразил вот этот итог. 97%. Меня не поразила вот эта потрясающая явка и не поразил этот ошламляющий стопроцентный результат. Почему не поразил? Потому что еще до референдума, когда началась вся эта крымская эпопея, я был поражен тем, что она началась. Само явление Крыма в нашей сегодняшней культуре, политике, в нашем сознании необъяснимо с точки зрения обычной исторической логики. Это явление чудесное. Это явление сопряжено с категорией чудо. Это волшебное явление. И если это явление на самом деле чудесное, это богоявление, и нам явлено чудо русской истории, то это чудо должно осуществиться в полной мере, в полном объеме во всех аспектах. Я уточняю, воссоединение Крыма и России – это чудо. Возвращение Крыма в Россию. Возвращение Крыма в Россию. И поэтому вот этот непостижимый результат – это чудесный результат. Это результат, говорящий о том, что действительно это чудо. И это чудо явлено нам во всей своей ослепительной, таинственной и восхитительной красоте. Поэтому оценить этот день, этот референдум традиционно, политически, административно, мне кажется, преждевременно. Повторяю, ну что может быть проще перенести один праздник на другой? А вдруг послезавтра мы присоединим к себе Харьков или Донецк или Луганск. Опять будем что-то переносить? Нет. Давайте констатировать еще раз поразительное явление русской истории, которое в самой, казалось бы, гибельной, в самой тяжелой, в самый удручающий ее момент является чудо. Чудо нашей победы, нашей исторической победы. Вот вы так обмолвились. А вдруг присоединим Донецк, Харьков, Луганск. А что значит «а вдруг»? Я продолжу свою мысль несколько, ее не закончил. Я наблюдал лица людей, пришедших на голосование. Я наблюдал лица стариков, которые на глазах молодели. Я наблюдал лица больных и хворых, согбенных, пришедших на костылях. Я наблюдал их страдания, когда они приближались к курнам. И как это страдание исчезало. Как они преображались молодели и хорошели. Как восхитительны были молодые люди. Как прекрасны были женщины и девушки. Именно о них Пушкин сказал. Девичьи лица ярче рос. Поэтому вот это преображение людей, связанное с этим референдумом, это тоже чудо. И этот шквал звонков, когда люди друг другу здесь, в Москве, передают эти приветы, поздравляют с праздником. Когда несутся с Урал, из Сибири, вести. Людям хочется поделиться с этим. Это тоже связано с какой-то литургией. Это литургический праздник. Это праздник глубинно-религиозный. Давайте, да, я хотел бы сейчас подключить наших слушателей. Просто голосование, Александр Андреевич, запустим. Вот у вас вы испытываете те эмоции, то настроение, о котором сейчас говорит Александр Параханов. Праздник. Да, вот эти глубинные чувства, они сейчас в вас. 916-55-81. Сегодня для вас праздник. Вместе с народом Крыма. Вместе с народом всей России. Да, 916-55-81. По коду 495 вы голосуете. Нет, таких чувств у вас нет. Тогда 916-55-82. 916-55-82. Код тот же 495. Извините, что я вас прервал. И, с другой стороны, вот эта реакция на крымскую победу, на крымское чудо нашей либеральной оппозиции, она тоже, мне кажется, абсолютно нетривиальной, абсолютно непростой. Вот этот взрыв негодования, взрыв какой-то ненависти, взрыв русофобии, взрыв отчаяния, взрыв какого-то свирепого неприятия, это тоже выходит за рамки простой политики, простой идеологии. Это тоже носит характер религиозный. Вот эта русофобия, которая вдруг хлынула, как черная жидкость из тела каракатица, она тоже носит характер какой-то новой религии, религии тьмы. И вот эта крымская эпопея, крымская мистерия породила две этих вспышки. Вспышку ослепительного света, религиозного света, и вспышку кромешной тьмы, кромешной ненависти. И я наблюдал лица некоторых людей во время этого марша, которых я видел в других обстоятельствах. Это были нормальные лица, иногда очень милые лица, иногда привлекательные лица. И вдруг они тоже преобразились. Они были наполнены какой-то угрюмой ярости. Они набрякли. Они изменились в антропологию. Казалось, что у них еще немного вырастут клыки. На их устах появлялась пена. Они демонстрировали высшую религиозную литургию тьмы, литургию какой-то черной мессы. И поэтому крымское явление, оно разделило нас не по политическим, не по геополитическим, не по мировоззренческим углам. Она разделила нас по религиозным представлениям о мире. Недаром министр иностранных дел Лавров однажды собрал свою коллегию в министерстве и сказал своим послам, своим заместителям, он сказал им, вы изучаете политику, экономику, чтобы понять мир. Вы изучаете религию. Потому что в основе всех мировых конфликтов лежат религиозные конфликты. Вы говорите, как разделилось общество здесь, внутри России. А вот как разделилась наша аудитория, Александр Андреевич. Практически как на референдуме в Крыму. 93 на 7. 93% сказали, да, для них сегодня праздник. И, наверное, они тоже солидарны с вами в описании этой вспышки религиозного света. Они тоже ее чувствуют. 93% нашей аудитории, 7% ответили нет. И это при очень активном голосовании у нас за минуту. Мы почти полтысячи звонков за минуту, чтобы вы понимали. Сейчас короткая пауза и продолжим. Александр Проханов в программе «Без вопросов». Константин пишет на сайт rusnovosti.ru «У меня такое чувство, радостное до слез». «Это праздник со слезами на глазах», пишет Константин, «как будто вернулся давно уехавший любимый родственник. Двое поколений моих предков регулярно ездили в Крым». «Поздравляю соседку», пишет Константин. Вопрос от Поляриса. Александр Андреевич спрашивает он. Готова ли нынешняя элита России стать лидером, объединителем русского мира? Я не готов ответить на этот вопрос, потому что я хочу продолжить систему своих рассуждений. Не хочу прерывать ее на такие... Тогда давайте вот эти вопросы, может быть, оставим на последние минуты. Ну, куда хотите, ставьте их, Сережа. Если позволите, я буду продолжать, потому что мне затруднительно вести эту канву довольно сложную в атмосфере постоянных перебоев. Теперь, конечно, всех волнует вопрос, что завтра, каковы последствия, и будут ли эти последствия. И никто не сомневается, что они будут. И у всех огромная тревога по поводу того, какими же будут эти последствия. Я бы разделил эти последствия, говорю, гипотетические, потому что я не пророк и не футуролог реальный, я все-таки художник, и мое мышление поэтическое. Я бы разделил их на несколько эшелонов, на несколько этажей. Что будет происходить в мире? Что будет происходить на Украине? Что будет происходить в России? Я ставлю себя на место президента Путина. Хотя, конечно, очень трудно поставить себя на это место, тем более, что пьедестал Путина возрос до небес после Крымской победы. Но все-таки, что двигало им, когда он принимал решение о поддержке крымского восстания, поддержке крымского пафоса? Мне кажется, он понимал, что совершившаяся на Украине революция Майдана, это фашистская революция. И нынешние лидеры либерального толка, такие как Яценюк, или Турчин, или Кличко, это все явление временное. Это пылинки, которые в любой момент могут сдуть яростный мусорный ветер, как называл Платонов, мусорный ветер фашизма. Вот эти отчаянные, мощные, свирепые, беспощадные люди, такие как Ярош, например, или Тенебог, они не потерпят над собой этих странных, похожих на землемерок или водомерок, существ. Они сбросят себя. И угроза фашистской победы в Киеве колоссальна. Эта победная фашистская революция уже начинает посылать на Восток, в Восточную Украину, своих эмиссаров. Уже созданы эскадроны смерти. Уже летят туда поезда. Уже эти банды наводняют Харьков, Луганск и Донецк. Уже идут исчезновения людей. Уже захватывают заложников. Уже идут перестрелки. Уже убивают людей. Уже людей мучают и сжигают. То есть фашистское подавление вот этого бунтующего левобережья очевидно. А левобережье следует примеру Крыма. Крымская победа вдохновляет очень многих на левом берегу. Очень многие хотят повторить крымский опыт. И вот эти восстания, которые идут из города в город, переплескиваются из города в город, они подавляются вот этими жесточайшими ударами, исходящими из Киева. И если эти восстания будут подавлены, то на Украине восторжествует фашистский режим. Он восторжествует очень быстро. И он будет оформлен как жесточайшая национальная диктатура. И это фашистское государство, которое поддерживается западноевропейскими кумирами, витиями, оно не останется в пределах Украины. Оно сдетонирует огромный общеевропейский фашистский взрыв. Ибо Европа беременна фашизмом. В Европе неуклонно нарастают фашистские тенденции под напором эмигрантов из Северной Африки и Турции, под напором того жесточайшего гнета, который осуществлен над Германией, например, после Второй мировой войны. И в Европе медленно назревает взрыв. А приход власти фашистов на Украине ускорит этот взрыв. Это будет, повторяю, детонатор общеевропейской фашистской революции. И сегодняшних европейских политиков Алана, например, этих ремещиков, этих вялых, самолюбивых, растленных политиков, которые многие из них исповедуют гомосексуальную веру, они не в состоянии воевать, они в состоянии сражаться, они изнежены, они наполнены мязвами, они наполнены развратом. Их сметет эта буря фашистской европейской революции. Александр Ильич, неужели Нюнбергский процесс ничему Европу не научил? Или память коротка? И тогда, и тогда Россия окажется в окружении агрессивных, фашистских и, во многом, русофобских государств. И России предстоят чудовищные испытания, не меньшие, чем принял Советский Союз на себя в 1941 году. Потому что ситуация вызревает именно такая. Безумные европейские политики, недальновидные, мерзкие, и свои корыстные взращивают этого коричневого зверя. Он набросится на Россию. И поэтому путинский рывок в Крым это будет превентивный удар. Уже создание в Крыме, уже создание в Крыму крупного контингента российских войск, военно-морских, а также сухопутных, уже превращение в Крым во плот российской государственности, уже предотвращает во многом угрозу этого фашистского государства. Подбрюжье возможного фашистского государства мы создаем свой военно-политический национальный кулак. Но это не все. Россия не должна оставить в беде левобережную Украину. Это будет невозможно. Это будет равносильно национальному предательству. Это будет, повторяю, равносильно победе самых страшных антирусских сил. Поэтому Россия, я убежден, будет реагировать. Она будет реагировать на ситуацию в Восточной Украине. И не только потому, не только потому, что в сегодняшней Украине существует анархия и почти полная безвластия, а там есть ядерные объекты, и там идет расползание оружия. И эти ядерные объекты, ядерные станции, и это оружие бесконтрольно уходящее со складов оборонных, и все это нужно контролировать. И мы, что бы там ни говорило МАГАТЭ, или что бы там ни говорило Америка и Европа, мы, боясь, повторение Чернобыля на ядерных станциях в Левобережной Украине, мы высудим туда свои десанты. Точечные десанты должны взять под контроль эти обезумевшие регионы, которые готовы захватить станции, шантажировать этими станциями Россию. Но не только поэтому. Ведь, да, конечно, если поверить нашим демократам, мы дикий русский народ, мы не цивилизованы, мы отстали от всего человечества, нам нужно учиться у Запада, Запад цивилизован, Благороден, и мы должны, раздинов в рот, следовать их примеру. Так давайте, мы, дикие, начнем следовать цивилизованным примерам Запада. Давайте мы, как и западники, создадим на территории Воронежской или Белгородской области лагеря учебные, как это сделали западенцы на территории Польши, Австрии, Прибалтийских государств. Давайте последуем их примеру. Давайте, как и они, в этих лагерях устроим обучение наших отважных активистов, учением, связанное с поведением во время уличных беспорядков, боев, может быть, партизанских действий, так как это дело просвещенная, благородная, законопослушная Европа, пригласив в эти лагеря советников НАТО, а также советников из легионов солдат удачи. Давайте и мы, как это делает Запад, направим эти отряды активистов в Харьков, Луганск, в Донецк, последуя этому великому западному примеру. Давайте вслед за ними направим денежные средства, как это делают наши благородные учителя в Европе. Давайте направим эти денежные средства в Луганск, в Днепропетровск, в Харьков, в Одессу. И давайте создадим там, внутри, этих бушующих левобережных городов точки, которые позволят аккумулировать эту энергию. Небольшие штабы, небольшие центры, из которых вся эта стихия будет кристаллизована. Не позволим киевским бандитам уничтожать вот эти очаги восстания. Давайте последуем таким образом. И я думаю, что такой вариант развития событий на Украине вполне вероятен. Короткая пауза и продолжим. В программе «Без вопросов», как всегда по понедельникам Александр Проханов говорит об угрозе фашизации всей Европы и о том, какую роль Россия может сыграть, чтобы этому противостоять. Поэтому, повторяю, Россия, как и Советский Союз, у России сегодня мессианская задача. Это задача, которая возлагает на Россию тот же самый Господь, который подарил нам Крым. Нам не уйти от этой задачи. Хотим мы или не хотим, нам придется взять на себя опять бремя управления миром, которое опять в который раз скатывается во тьму, фашистскую тьму. И удивительно, что либеральная Европа, которая говорит о либеральных ценностях, о либеральной свободе, она логически переходит в либерал фашистскую и фашистскую Европу. Поэтому есть закономерность. Поэтому, когда мы, не знаю, 10 лет назад говорили о либеральном фашизме, нас высмеивали, какой фашизм, мягкие европейские ценности. По себе на эти мягкие европейские ценности превратились в содомские ценности, гомосексуальные, смешанные браки, растление, культура осквернения, а из этой абсолютно нигилистической жижи вырастает кристалл фашизма, коричневый кристалл фашизма. Что будет здесь? Что будет здесь? Конечно, я думаю, что для России наступают сложные времена. Конечно, пока что мы не ожидаем серьезных санкций, потому что Крым. А если начнется продолжение наших спасательных операций на левобережной Украине, последуют санкции, последует стремление политически изолировать нас. Более того, информационная война, которая сейчас развязана против России на Западе, это уже война времен Холодной войны. Уже грохочет этот железный лист кровельного железа, который опускается между нами и Европой. И эта информационная война, она будет сопряжена со множеством самых странных, а может быть страшных спецопераций. Я не исключаю, что начнется опять вмешательство Запада в дела Кавказа, дела Татарстана. Я не исключаю, что вот эта религиозная русофобия, о которой я говорил, вот эта пятая колонна, она станет объектом манипуляции Запада, потому что все это натовцы, они молятся на западные идеалы, на натовские идеалы. Мы столкнемся с очень сложными провокациями внутри России, не говоря уже, конечно, о возможных экономических, финансовых санкциях. Одними словами, Россия должна провести духовную мобилизацию, не военную, не мобилизацию на призывных пунктах, хотя и такое возможно, я не исключаю, она должна провести духовную мобилизацию. Мы, русские, должны духовно мобилизоваться. Мы слишком много валяли дурака, мы слишком много веселились, мы были развязаны, мы пили пиво, и обалдев от пивных выпива, кричали Россия, Россия на футбольных матчах, мы полюбили развлечения, мы перестали серьезно вглядываться в жизнь. Мобилизация духовная предполагает от нас чрезвычайную серьезность, чрезвычайную бдительность, чрезвычайное внимательное отношение к ходу вещей. Мы должны сосредоточиться на явлениях нашей внутренней жизни, семейной, личной, духовной жизни. И такая мобилизация необходима и неизбежна. А при этой мобилизации, если она произойдет, возможны другие рывки, другие победы. Конечно, будем строить наше оружие, конечно, будем модернизировать наш оборонно-промышленный комплекс, будем создавать новые системы оружия. Конечно, мы должны выстраивать наши отношения с Китаем, который компенсирует осложнение, а может быть, даже разрыв с Западом. Новые конфигурации сил, создание новых центров силы. Иран, Китай, Россия это могучий треугольник. И в этом треугольнике будет биться цивилизация 21 века. А если говорить метафорически, я думаю, что мы и наше политическое руководство должно найти в себе силы правому сектору звездануть в левый глаз. Это как? А вот как получится. С левой или с правой. А, например, Яроша женить на Валерии над Водолжской. Это укротит обоих. А президента Обамы можно устроить по протекции в Куклу-Слан, например. Но все корабли, которые сейчас строятся на российских верфях, корветы, фрегаты, подводные лодки, будь то Санкт-Петербург, Калининград, Северодвинск или Комсомольск-Намури, все эти корабли нужно срочно достроить и направить в Севастополь, чтобы создать мощнейшую базу Черноморского флота, которая и будет гарантом безопасности и Вологодской губернии, и Харькова. Вы говорили о духовной мобилизации. Нынче вот кто за нее в нашей стране должен отвечать, как вы считаете? Вы? СМИ. Нет. Каждый из нас. Вы персонально, да. Каждый из нас. И я в том числе. И более того, к этой духовной мобилизации вызывают наши могилы. Могилы наших отцов, дедов и прачеров. Кости в этих могилах начинают шевелиться. Зашевелились кости в церкви трех адмиралов в Севастополе. Нахимов, Корнилов, Истомин. Мы должны перестать веселиться, гутарить и ерничать. Это скептицизм, это вечная ирония. Это ирония над всем, что вокруг нас случается. Ирония над государством, кстати. Государство является единственным гарантом того, что мы уцелеем в этих духовных сражениях. Государство российское, оно бывает очень жестким, иногда жестоким. Но это единственное, через что реализуется воля русского народа к существованию. Поэтому русский народ принимает это бремя государства. Сегодня русские, татары, чеченцы, дагестанцы, якуты, все народы России почувствовали, что мы снова один великий народ, с которым считается весь мир. Георгий пишет на СМС-портал плюс 7-925-101-107-0. Сюда приходят ваши СМС-сообщения. Я вижу, что их очень много и во второй половине программы мы будем их читать, будем принимать телефонные звонки 7-8-8-107-0. Это телефон в студии код 4-9-5. русновости.ру наш сайт, специальная кнопка в правом верхнем углу. Пока информационный выпуск, а после него продолжим. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Александр Проханов сегодня в программе «Без вопросов». Координаты прямого эфира для СМС-сообщений номер плюс 7-925-101-107-0. Если вы сейчас в интернете русновости.ру можно отправить вопрос в прямой эфир и телефон в студии 7-8-8-107-0 по коду 495. Вот сейчас все новые и новые данные значит, о санкциях США, о санкциях Европы, Евросоюза, как все возмущены. А я вот хотел уточнить все-таки про Европу. Ведь там мне казалось на генетическом уровне, на уровне памяти общенародной должно быть противоядие к фашизму. После Нюрнбергского процесса, после того, что было в Германии. Откуда это? Откуда это слепота и непонимание того, что происходит сейчас вокруг Майдана? Вот кроме генетической памяти есть еще и глубинные, более глубинные коды европейские. Эти европейские или западные западные коды, они связаны с тотальной нелюбовью и даже ненавистью к России. Когда Советский Союз был разрушен, казалось, установился здесь подобный западный экономический порядок, капиталистический. Здесь установились гармонические политические отношения, восьмерки, двадцатки, Союз, ОБС, Ее, здесь возникли геополитические равновесные системы, договоры о обычных вооружениях, но при этом сохранилось неприятие уже северной России. Ее ненависть в европейском сознании, в западном, существуют круги, центры, которые постоянно формулируют вот эту русофобию. Что это? Какая природа этого? Надо разгадать природу этого. И природа этой ненависти тоже религиозная, не геополитическая, хотя, конечно, Дрангнах Остон, наши земли, наши ресурсы, нефти, реки, там опять метафизическая природа. Россия во все времена, и в 15 веке, век Рублевый, более ранние времена, она формулировала в своей культуре, в своей религиозной философии, в своей истории райские смыслы. Она стремилась осуществить на земле идеальное бытие. Иногда удачно, иногда неудачно, иногда кроваво, иногда беспомощно и бездарно. Но задача русского народа, мессианского русского народа, сочетается в том, чтобы снискать эти высшие, небесные, божественные смыслы и пытаться организовать свою жизнь на их основе. И когда Россия смотрит на западную цивилизацию, смотрит, что там другие задачи, задачи стяжательства, задачи благополучия, задачи создания комфортного общества бытия, задачи создания абсолютно свободного, либерального бытия, возникает конфликт мировоззренческий, духовно-религиозный. И запад не хочет терпеть вот такую мистическую Россию. Такая мистическая Россия мешает вот этой религии, которая, я говорил, религии, ну что ли, религии тьмы. И запад посылает сюда свои нашествия. Он посылает сюда Стефана Батория, он посылает сюда Наполеона, он посылает с себя Гитлера, он посылает НАТО, который идет на восток, он посылает сюда отряды Тегнебока и Яроша. И отсюда вот эти все санкции, за ними стоит другое. Желание уничтожить Россию как фактор расчленить ее, подавить ее, перекодировать русское сознание, сделать из русского человека человека западного типа, то есть абсолютно оскопленного человека. Вот в чем драма. Вот есть такая позиция, Полярис, наш слушатель ее сформулировал, так подписывается на русновости.ру. Может быть, пишет он, России лучше всего звездануть врагам иначе, а именно, установить прежде всего справедливость в русской жизни, подавить коррупцию, дать людям простор для труда и развития, очиститься самой, чтобы явить пример другим. Разве это не главный вызов, спрашивает вас наш слушатель. Я согласен с этим, что преобразования, которые нам предстоят в России, они включают весь этот набор. Недаром Путин, когда он встречался с журналистами, мы уже, может, даже забыли в этой встрече, она была, может быть, недели две назад, он, анализируя трагедию Януковича, говоря, что при Януковиче Украина наполнена эти чудовищные каверны, коррупция, бесправие, насилие, олигархат, пренебрежение к населению. Вот эти все ужасные аномалии привели на Майдан простых людей. Это была еще и социальная революция, в которую вмешался этот фашистский яростный фактор. И он говорил, что сегодняшняя Россия больна теми же нестроениями, как и Украина. И это тоже очень опасно. И он сказал об этом. И, конечно же, нам придется этим заниматься. И я всегда говорил, что вот эта амнистия Сердюкова является последней поблажкой расхитителем народного добра. Так дальше продолжаться не может. Мы должны провести эту чистку, эту трансформацию уклада, эту трансформацию сознания, конечно. Но просто все это не делается последовательно, делается одновременно. Понимаете, если сегодня в этих условиях нам на голову упадет метеорит, мы не должны преобразовывать наше общество и только потом ликвидировать последствия этого метеорита. Сейчас на голову России летит страшный метеорит. Еще один вопрос от Романа. Когда-то Запад задавался вопросом, кто есть Путин, а сегодня Путин. Это кто, спрашивает вас, Роман? Сегодня Путин это несомненный, а может быть, несравненный политический лидер, который угадывает дуновения исторических ветров. ветра веющих в небе русской истории. Я не хочу апологетизировать Путина и петь ему хвалу. И чтобы не делать этого, я несколько изменю свою формулировку. Русская история чревата катастрофами, падениями и восхитительными победами, восстаниями из праха. После катастрофы 1991 года вновь энергия русской истории и русского государства стала восставать из праха. Эта энергия, эта таинственная, созидательная, созидающая русскую цивилизацию и сила коснулась всех. И она коснулась Путина. И Путин является объектом преображения. Не он задумал концепт сегодняшнего государства, а вот эта мистическая государственность, она формирует в Путине лидера нового типа. И не только в нем, и в наших военных, и в Рогозине, и в вас, дорогие слушатели, и во мне, мы все являемся сосудом, куда залетела эта божественная энергия русского воскрешения. И в таком виде мы постоянно видоизменяемся. Так что Путин это есть сегодня зеркало вот этой великой русской исторической тайны. Александр Параханов, программа «Без вопросов». Мы разлучимся буквально на несколько секунд, потом ваши телефоны и звонки 788-107-0, телефон в студии, по коду 495 вы его набираете, смс-портал плюс 7 925-101-107-0 и сообщение через наш сайт русновости.ру. Программа «Без вопросов» как всегда по понедельникам на русской службе новостей. Александр Параханов и наши слушатели пишут плюс 7 925-101-107-0 28-й продолжает вот эта история, что нужно разбираться в том числе и с проблемами, которые здесь, внутри. Да, говорит, 28-й согласен, надо начинать с себя, иначе ничего хорошего не будет. А как это сделать? Долго говорим об этом, но все никак не сдвинемся с места. Ну, технологии здесь самые разные. Во-первых, есть технологии авторитетов. В любом обществе, в любом сообществе есть учителя, есть авторитеты. И надо посмотреть в их сторону и найти эти авторитеты. Надо им поверить и полюбить их. Я думаю, что в нашем обществе есть авторитеты. Многие из них занавешаны черным крэпом, многие из них дефамируются, многих из них побивают каменями, но надо посмотреть на этих авторитетов. Их историческое, стоическое поведение. Вот совсем недавно, позавчера, да, позавчера, исполнилось 90-е лет Юрию Васильевичу Бондареву. Был вечер. Я выступал на этом вечере. Мы разговаривали с Юрием Васильевичем по телефону. Он для меня является таким авторитетом. Это рыцарь. Это человек, которого взяла война. Человек, который на войне вкусил страшный опыт одной из самых грозных войн мира. Рядом с ним гибли люди. Тысячи его сверстников погибали рядом с ним. Судьба его сохранила. Она его сохранила, проведя сквозь этот чудовищный опыт. Для того, чтобы он зафиксировал этот опыт в текстах, в романах, он, вернувшись с войны, создал изумительное, может быть, великое направление русской литературы, именуемое фронтовой прозой. Он совершил этот культурный подвиг, который с измерим, с написанием слова о полку Игоря. Потом он стал советским кумиром. Он заседал во всех президиумах. Его осыпали премии. Он носил на груди золотую звезду. Он был орденоносец. Я видел, как вокруг него кружились роем директора великих заводов, секретари крайкомов, представители власти. Они хотели пожать ему руку, побыть рядом с ним. Он был государственным художником и стал синонимом государства, как Днепрогес или Союз или Т- корабль Союз или Т-34 танк. И когда случилась эта беда 91-го года, а до этого еще перестройка, он во время перестройки бросил в лицо Горбачева свои удивительные пророческие слова. Он сказал, что вы подняли этот самолет, но вы не знаете, куда он опустится. Нет этого аэродрома. А как он себя вел в ельцинский период. Ельцин предложил ему орден, решив сконцентрировать вокруг себя все значительное. Он отверг этот орден. Он не принял из рук этого палача России и Советского государства эту награду. И потом он затворился в своей башне стволовой кости. Он эталон чести, верности, стоицизма и величия. Вот один из авторитетов. Посмотрите вокруг и увидите таких серьезных и вдумчивых людей. Кстати, портреты Бондарева поразился, когда вот на этом вечере портреты Бондарева от молодых лет послевоенных до сегодняшнего дня. Какая серьезность лица, какое вглядывание, вдумчивое какое-то проникновение в жизнь. Он как будто хочет просверлить вот эту коросту, отделяющую нас от истины. И он буравит ее всю свою жизнь. Вот в чем величие. Извините. Значит, плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь ноль смс-портал известное изречение вспоминает Николай тебя судить по закону или по совести, поэтому нас и не понимают, и духовное для нас выше, чем материальное, поэтому нас и ненавидят вот об особой роли России, рассуждает Николай, и многие другие наши слушатели все-таки спрашивают о ближайшей перспективе. Вот как вы видите развитие событий в обозримом будущем? Сейчас Крым, Россия, Украина, Запад. Ближайшие сценарии. Ну, я сказал вам, я думаю, что следующей зоной столкновения с Западом будет... Юго-Восток Украины станет частью России или нет? Будь я кремлевским сидельцем, и если бы мое имя было не Александр Андреевич, а Иосиф Вестрионович, например, конечно, я бы сделал все, чтобы они вернулись в лоно великого государства и великого пространства. Но мне кажется, что Россия сейчас недостаточно сильна и крепка для этого. На всяком случае, стремление создать федерацию на Украине, создать из этих восточных, юго-восточных городов новый союз, новое государственное образование, это вполне реально. Потому что на восточной Украине есть все, чтобы создать свое государство, отцепиться от этого чудовищного западенского локомотива. Там есть своя великая экономика, свои великие заводы, в том числе космические атомы, атомные. И там есть Херсонес, та церковь, где принял крещение Владимир Красное Солнышко. Там есть эта мистическая составляющая, откуда хлынул свет православия во всю остальную Россию. Соединение технократизма плюс этого мессианской православной веры даст этому новому государству возможность прекрасно существовать в союзе с Россией. Буратино много прислал сегодня реплик. Я так понимаю, что он пытается оппонировать. Вам, Александр Андреевич, не считаете ли вы, что в России возродился нацизм и фашизм? Я сначала думал, что я неправильно прочитал на Украине, но нет. Буратино пишет ровно так, как написал в России. Дорогой Буратино, я так не считаю. 788-107-0 телефон прямого эфира плюс 7925-101-107-0 смс-портал русновости.ру наш сайт специальная кнопка в правом верхнем углу. Сейчас совсем немного времени остается до конца передачи, поэтому ваши вопросы Александру Проханову и ваше ощущение, ваша реакция. Вот мы устраивали голосование в начале, праздник от референдума после референдума в Крыму. Сегодня праздник для 93% слушателей РСН. 7% сказали нет. Позвоните, объясните. 788-107-0 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте, ну что же вы молчите-то? Как вас зовут? Представьтесь. Екатерина. Екатерина, чуть потише только приемник. Прошу. Я сделаю, я сделаю. Для вас сегодняшний день после референдума в Крыму праздничный или нет? И почему? Праздничный, да. Но небольшая тревога есть, конечно. Какая же? Да. Какая же? Ну, сдюжит ли это наше государство? Что произошло? А что произошло, по-вашему? Ну как, произошло, что... Ну вот Александр Андреевич называет чудом. То, что произошло с Крымом, то, что сейчас происходит на наших глазах, это чудо. Абсолютное, абсолютное чудо. Потому что такое стечение обстоятельств произошло, которое было... Никто сюда не мог положить, естественно. Но все, как ни странно, все было сначала плохо, а потом вроде вывернуло куда надо. Это разве чудо. Спасибо, Екатерина, за вашу точку зрения. Сдюжим ли? Вот есть... Да, да, прошу. Можно мне, Александр Андреевич, просто два слова я хочу... Только очень коротко, да. Я его очень люблю просто. Мне очень дорого ваше признание в любви. Спасибо. Сдюжим ли? Вот все-таки есть какое-то опасение. Оно оправдано? Вот из всего того, что я сейчас говорил, конечно же, сдюжим. 788-107-0. Еще раз по коду 495 вы звоните. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. 788-107-0. Телефон прямого эфира. Так что у нас опять происходит с телефонной машиной. Алло, здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей, гурт Рязань. Да, Сергей. По поводу войны, по поводу крови, мое мнение такое, что не будет. Крови не будет. Война у нас с украинским народом. Победим мы их морально. Сухом святым победим. Как победили уже в Сирии, как победили в Крыму. И то чудовище, которое вылезло из этого грязного, вонючего... Сергей, извините, вы говорите, победим украинский народ. Вот мне немножко режет это. Победим фашизм, это одно. Украинский народ... Победим фашизм, и вот это чудовище, которое вылезло из Майдана, оно беспомощное, оно само себя уже погубит, задушит. А мы победим. Святой дух русского солдата, русского человека победит. Узнаю точку зрения Рязанского десантного училища. 788-107-0. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас? Алло. Сергей Алексеевич, да, прошу вас. Прошу. У меня вопрос к Александру Андреевичу. Александр Андреевич, вот сейчас для вхождения Крыма в Россию надо принять ряд документов. Вот прям перед вашим эфиром из уст ряда депутатов я слышу, что все сделаем в кратчайшие сроки. А кратчайшие сроки на их языке называется несколько месяцев. Вот вам не кажется, что мы сейчас погрязнем в бумагах и вот эта вот наша блестящая победа несколько поблекнет? Нет, мне так не кажется, потому что мнение вот этих депутатов, оно, это мнение, может быть, таких крючкотворцев. Есть необходимость такая национальная сделать это молниеносно. Я думаю, что будет так и произойдет. Сергей Алексеевич, я вам хочу сказать, что депутаты здесь в нашем эфире, тот же Журавлев, которого я уже упоминал, Жириновский, кстати, высказывался, говорили, что от трех дней, пять дней, кто-то говорил, говорит, да, возможно, по закону, может занять и до трех месяцев, но мы сделаем все возможное, чтобы это было, были не месяцы, а дни, считанные дни. 788-107-0, еще раз телефон прямого эфира по коду 495 вы звоните и высказываетесь, задаете свои вопросы Александру Проханову. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, Александр. Да, Александр, прошу. Александр Деич, как по-вашему, когда в Крыму могут появиться таблички «Внимание, частная территория»? Еще раз, «Внимание». «Частная территория». Во-первых, такие таблички уже есть. Я думаю, вы спросите, когда эти таблички собьют с этих колышков? Я думаю, что это довольно скоро, потому что намечена национализация зон, которые до этого времени принадлежали олигархам киевским, украинским. Поэтому частная территория правита уже есть такие таблички. Я хочу, чтобы число этих табличек уменьшилось. Начнется в Крыму, а затронет ли всю остальную Россию вот это очищение от этих табличек? Я не могу вам сказать. Я не думаю, чтобы по России прокатилась война, волна вот такой вот национализации. Но что касается социальной справедливости, это должно произойти. И эти чудовищные капиталы, которые воруются в Россию, уходят в американскую экономику, они вернутся в Россию. Олигархов можно не казнить. Хотя я думаю, что многие и заслуживают секиры. Их надо заставить вкладывать свои деньги в русскую экономику. Надо богачей заставить работать на родину, на Россию. Как это сделать? Это особый вопрос. Я думаю, что здесь без насилия не обойтись. Николай пишет, был две недели и в Севастополе, и в Крыму. Вот каждый россиянин, русский человек должен там побывать, чтобы получить прививку. Какие мы настоящие и как на нас смотрят и верят в нас. После этого мы станем лучше, потому что в нас верят. Я считаю, что это тоже верно. Поскольку Крым сейчас становится нашим алтарем, и паломничество совершить в Крым, целиком в Крым, не обязательно в храм Херсонеса, в Крым, надо совершить. Вот как мусульмане совершают паломничество в Мекку и в Медину и касаются священного камня Каабу, так мы должны совершить паломничество в Крым и прикоснуться к стальному борту крейсера Москва. Давайте точку поставим сегодня. На этом Александр Андреевич и продолжим в следующий понедельник в программе «Без вопросов» Александр Параханов на Русской службе новостей. Спасибо. Хорошо. Русская служба новостей. Мы делаем новости.